Самое главное, это можно понять по тем вопросам, которые люди задают. То есть, что люди задают, что их больше всего волнует, это и есть самое главное. И в последний, ну, наверное, год в тематике НДС у нас преобладают вопросы, связанные с камеральными налоговыми проверками налоговых деклараций. Людей это очень беспокоит, очень волнует. С тех пор, как введена форма налоговой декларации, которую еще год назад у нас называли новой, сейчас ее так уже неловко, новой налоговой декларацией называть, но если где-то у меня проскочит это выражение, вы мне простите, все понимают, о чем я говорю. Это говорит о том, что в последний где-то год, наверное, у нас преобладают проблемы правоприменения, изменения в законодательстве по налогу на добавленную стоимость минимальны. Хотя я бы рекомендовал все-таки обратить внимание на совсем недавнюю поправку. В апреле был подписан федеральный закон президентом, с 1 июля вводятся в действие эти изменения. Они в 21 главу налогового кодекса, они не столь масштабные, не глобальные, но очень интересные, на мой взгляд. Речь идет о поправках в 162 статью налогового кодекса, где из-под пункта 4, пункта 1, из состава налоговой базы исключают суммы страхового возмещения, получаемого налогоплательщиком. У этой поправки достаточно давняя история. В июле прошлого года Конституционный суд Российской Федерации признал несоответствующей Конституции данную норму и обязал законодателя привести ее в соответствие положения статьи 162 налогового кодекса в соответствии с требованиями законодательства. И само выражение суммы страхового возмещения так вот, мало привлекательно с точки зрения представления широким кругам налогоплательщикам. На мой взгляд, это одна из самых недооцененных норм и одна из самых недооцененных новшеств. Речь идет о неком аналоге КАСКО, кто вводит, тот понимает, только в отличие от автомобильных проблем. Здесь проблема у налогоплательщиков заключается в том, что товар поставил без предоплаты, а покупатель, ну вот из 100 покупателей 99 заплатили, все хорошо, все нормально, большинство в срок. Ну, кто-то там даже может быть с просрочкой, но заплатил и то хорошо, а вот один из 100 взял и не заплатил. К сожалению, мы понимаем, что бывает гораздо больше, чем один из 100. Поэтому, если когда обсуждается вопрос по налогу на прибыль, очень много вопросов связано вот с безнадежными долгами, с просроченной дебиторской задолженностью, как учитывать, как управлять дебиторкой. А все это производное вот от этой проблемы. И один из механизмов разрешения, если не предотвращения, то такого нормального разрешения этой проблемы, это страхование риска, риска неисполнения обязательства. Когда налогоплательщик заключает договор страхования, уплачивает определенную сумму страховой премии, страховой компании, как мы уже допустили в нашем примере, 99% его контрагентов повели себя хорошо, полученные товары оплатили, а вот 1% этого не сделал. И здесь налогоплательщик довольный, примерно как тот персонаж из рекламы «Каска», тот вылезает из разбитой машины, со счастливой улыбкой идет в страховую компанию за деньгами. Здесь налогоплательщик, ну, может быть, не со столь счастливой улыбкой, но звонит в страховую компанию, объявляет на наступление страхового случая, получает деньги вместо покупателя, получает от страховой компании в качестве страхового возмещения. Все хорошо, все прекрасно, за исключением одного. Под пункт 4 пункта 1 статьи 162 говорится, что этих денег нужно платить налог на добавленную стоимость. И здесь вот все существо налогоплательщика колокочет от этой несправедливости, потому что стоимость товаров отгруженных в адрес этого нехорошего покупателя, она учтена у нас в налоговой базе по налогу на добавленную стоимость в том налоговом периоде, когда произошла отгрузка. Напомню, мы работаем без предоплаты, то есть здесь, опираясь на принцип более ранней даты, мы говорим, что более ранней является дата отгрузки. Несправедливость, я думаю, никому объяснять не надо, людям далеким от бухгалтерии, понятно, ну, как это так, я с отгрузки заплатил, а теперь мне говорят, давайте еще и с оплатой. Не важно, что это оплата товара, по сути, по сути, для меня это, в общем, те же самые деньги. И Конституционный суд, кстати, в отличие от Верховного суда Российской Федерации, при всем глубочайшем уважении к Верховному суду, Верховный суд этой проблематикой не проникся в свое время и поддержал налоговые органы в их позиции о том, что давай-ка плати, раз написано в законе, давай плати. И правду налогоплательщик нашел только в Конституционном суде, который вынес то самое постановление 19-п, если не ошибаюсь, от 1 июля прошлого года, которым была эта норма признана несоответствующей Конституцией. Как я уже сказал, было предложено законодателю внести соответствующие изменения. Изменения были внесены, ну, как, скажем, в июле 15-го обязали, в апреле 16-го сделал, ну, будем считать, что это нормально. Но, что, казалось бы, вопрос, ну, понятный совершенно, проблема вроде бы как исчерпана. Пожалуйста, страхуйте риски неисполнения обязательств, все замечательно. То есть, сняты вот эти вот ограничения на вот этих вот нормальных рыночных механизмов, позволяющих урегулировать подобные ситуации. Ну, вроде как все хорошо, однако, многих смущает дата введения в действие этого закона. Он вступает в силу, все как прописано в 5-й статье налогового кодекса. С 1-го числа очередного налогового периода, то бишь с 1-го июля 2016-го года. И вот тут вот у тех, кто работает исключительно с нормативной базой и не обращается к решениям Конституционного суда Российской Федерации, или, по крайней мере, ну, не всегда это делает, возникает вот такое, сразу оговариваю, сложное ощущение, что с 1-го июля 2016-го года можно будет не платить НДС с сумм страхового возмещения, а до 1-го июля 2016-го года это нужно будет делать. Ошибочный подход. Правильнее подходить следующим образом. После 1-го июля 2016-го года вы не платите НДС с сумм страхового возмещения, или более корректно, наверное, сказать, не включаете сумму страхового возмещения в налоговую базу, потому что соответствующей нормы в главе 21 налогового кодекса больше нет. До 1-го июля 2016-го года вы не включаете сумму страхового возмещения в налоговую базу по НДС, потому что норма та, которая на сегодняшний день пока еще номинально существует в главе 21 налогового кодекса, признана не соответствующей Конституцией. И здесь вообще по-хорошему, конечно, надо было бы подумать законодателю, на мой взгляд, над поправками в 5-ю статью Налогового кодекса принцип обратной силы. Он позволяет придавать обратную силу законам, улучшающим положение налогоплательщика. Если это прямо предусмотрено в законе, то им это можно делать. Там, на мой взгляд, не хватает еще одной нормы. Обратной силы закона, принимаемого во исполнение решения Конституционного суда, которым установлена неконституционность налоговой нормы. Вот здесь должна быть предусмотрена безусловная обратная сила, та, которая существует для законов, отменяющих ответственность, смягчающих ответственность и так далее. Ну, это так, пожелания законодателя не более чем. Нам с вами, как правоприменителям, нужно просто четко понимать, что здесь дата 1 июля, она для нас является достаточно условной с точки зрения ответа на вопрос, надо ли сумму страхового возмещения облагать налогом на добавленную стоимость. Ну, я надеюсь, что еще у нас какие-то законодательные акты появятся в части, касающейся 21 главы Налогового кодекса. Есть много нерешенных вопросов, мы этих решений ждем от законодателей. В то же время относимся с пониманием в том контексте, что сейчас заканчивает работу старый состав Государственной Думы, то есть требуется время, потребуется новому составу. Понимаем, что очень много работы будет с точки зрения перераспределения в пользу налоговых органов функций администрирования страховых взносов, все это понятно. Но в то же время, я думаю, что и про 21 главу Налогового кодекса тоже законодатели наши не забудут. Пока же, как я уже сказал, то, с чего начал, основные проблемы у нас связаны именно с правоприменительными вопросами, возникающими в рамках камеральных налоговых проверок по налогу на добавленную стоимость тех налоговых деклараций, форма которых применяется, начиная с отчетности за первый квартал 2015 года, тех налоговых деклараций, которые мы еще не так давно называли новыми. Здесь, понятно, особенность камеральных проверок именно таких налоговых деклараций заключается в особенности формата налоговой декларации. Во-первых, это электронный формат исключительно, ну или почти исключительно. Во-вторых, это дополнительные контрольные возможности налоговых органов, связанные с применением разработанного программного продукта, который я, в общем так, выступая в защиту налогоплательщиков, тем не менее считаю огромным благом. И благом не только для государства, что, в общем, вроде как объяснимо можно выявлять какие-то нестыковки вот на стадии камеральной налоговой проверки в очень оперативном режиме. Я считаю это благом для налогоплательщика. Это очень хорошо, когда налогоплательщики на стадии камеральной налоговой проверки оповещают о тех сферах, которые можно отнести к зонам налогового риска. То есть вот у вас тут неблагополучно, посмотрите, вот с этим контрагентом у вас могут возникнуть вопросы. Это очень хорошо, поверьте, уважаемые налогоплательщики, ну что поверьте, я думаю, прекрасно сами понимаете, это гораздо лучше, нежели вас ошарашивали бы тем же самым уже на стадии выездной налоговой проверки, когда менять что-то поздно. Вас уведомляют, вас оповещают о том, что, не о том, что у вас в декларации ошибка, вот это вот надо понимать, о том, что в результате работы программы выявлены расхождения. И вот здесь у Федеральной налоговой службы есть очень, на мой взгляд, удачное письмо, где очень хорошо и компактно изложены основные моменты, связанные с камеральной проверкой, этих деклараций, это письмо от 6 ноября прошлого года, где вот кодифицированы ошибки, 4 кода ошибок, пошаговая инструкция действий налогоплательщика, что надо делать, все очень хорошо. Единственная такая не претензия, наверное, а вот сожаление, что не очень, на мой взгляд, удачно названы вот эти вот расхождения ошибками, код ошибки 1, код ошибки 2, код ошибки 3, код ошибки 4. И я всегда стараюсь налогоплательщикам объяснять, не пугайтесь, когда вы получаете вот это вот требование или сообщение от налогового органа, и там написано код ошибки. Вот эта ошибка, термин в этих документах, которые вы получаете от налоговых органов, и термин ошибка, который вы читаете в письме ФНС от 6 ноября, используется, имеет не налогово-правовой смысл, вот как мы привыкли, ошибка в налоговой декларации, ой, ошибка, значит, у меня что-то неправильно. Здесь у термина ошибка, скорее, программно-технический смысл. Когда программа выдает ошибку, это значит, она чего-то не понимает. На мой взгляд, вот этот вопрос, надо было бы, момент, надо было, наверное, разъяснить, либо говорить не об ошибках, а вот некоторых расхождениях, потому что, ну, допустим, возьмем самый пугающий, код ошибки 1. У вас в декларации заявлен налоговый вычет, у вашего контрагента корреспондирующая сумма в налоговой декларации не отражена. Казалось бы, ужас, ужас, ужас. Начинаем разбираться, и выясняется, что контрагент ваш нормальный, хороший, законопослушный налогоплательщик. Полученную от вас сумму он в налоговой декларации отразил в полном объеме, с одним только но. Он это сделал в том налоговом периоде, когда имела место отгрузка товаров от него к вам. А вы в этом налоговом периоде, точнее, готовя налоговую декларацию за этот налоговый период, и предварительно прикидывая показатели этой налоговой декларации, с трепетом обнаруживали, что у вас вылезает ужас НДС к возмещению. И, ну, излишне объяснять, что без особого энтузиазма налоговые органы относятся к подобным налоговым декларациям, и вот это отсутствие энтузиазма от налоговых органов, понятно, переносится и к вам. Вам тоже нет большого желания без особой нужды показывать НДС к возмещению. Что вы делаете? Пользуйтесь своим законным правом перенести налоговый вычет, а заявить его в любом из налоговых периодов, входящих в трехгодичный временной промежуток, который отведен для их применения. И вы это делаете, ну, я не говорю, там, через три года, понятно, не через три, но в следующем налоговом периоде. Вот у вас отгрузка была в ваш адрес товаров в первом квартале 2015 года, вы налоговый вычет заявили во втором квартале. Нормально, нормально. Вы ничего не нарушили. Контрагент ваш ничего не нарушил. Вы все сделали правильно, но программа показала, вот если вот использовать термин, опять же, в программно-техническом смысле ошибка, но с точки зрения налогового правоприменения никакой ошибки здесь нет, ни у вас, ни у контрагента. Просто это нужно нормально, спокойно объяснять налоговому органу и воспринимать без особой нервенности вот эти вот требования представить вам пояснение. Тем более, что и ФНС, в общем-то, исходит из того, что здесь возможна ситуация, когда ошибка уже в налоговом понимании этого термина, в налоговой декларации отсутствует. Ну, да, наверное, это частный случай, и не эти случаи у нас беспокоят большинство налогоплательщиков. У нас беспокоят, конечно, вас те ситуации, когда контрагент действительно по тем или иным причинам не отразил, отразил не в полном объеме, показал вообще нулевую декларацию или вообще не сдал налоговую декларацию. То есть вот эти, ну, будем прямо говорить, противоправные действия, точнее, деяния в форме бездействия контрагента, чем они чреваты для налогоплательщика. И вот здесь периодически приходят вопросы, я, кстати, не удивлюсь, если вот среди тех вопросов, которые сейчас идут, кто-то задаст такой вопрос. А вот от меня налоговая инспекция, основываясь на том, что есть расхождение между моей декларацией и декларацией контрагента, которое я не могу внятно объяснить, требует представить уточненную декларацию и заплатить налог на добавленную стоимость. Что в такой ситуации делать? Значит, в такой ситуации не нужно подавать уточненную декларацию и не нужно доплачивать налог на добавленную стоимость. Когда вообще мы говорим об уточненной декларации, не только примитивных НДС, вообще, когда мы говорим об уточненке, мы имеем в виду, что правила представления уточненки очень четко расписаны в статье 81 Налогового кодекса. Ее можно пересказать буквально в двух словах на пальцах объяснить. Есть случаи, когда обязаны подать уточненку, есть случаи, когда имеете право подать уточненку. Если ошибка приводит к занижению суммы налога, подать уточненку обязаны. Если ошибка не приводит к занижению суммы налога, подать уточненку имеете право. Поэтому в том примере, который я только что озвучил, просто важно понять, Есть ли в вашей декларации занижение суммы налога на добавленную стоимость в вашей декларации, не в контрагентской, а в вашей, вследствие того, что ваш контрагент не отразил корреспондирующую вашему вычету сумму налога на добавленную стоимость в составе полученных им сумм. На этот вопрос правильнее отвечать таким образом. Это может при определенных условиях свидетельствовать о занижении у вас сумм налога на добавленную стоимость. Но это не указывает, безусловно, на то, что занижение имеет место. То есть вот вам предъявляют одно голое расхождение между вашей декларацией и декларацией контрагента. Вот если не копать дальше, не выяснять дальнейшие обстоятельства, а основываться только на этих расхождениях, есть здесь занижение суммы налога на добавленную стоимость у вас? В этом случае однозначно нет. И это не моя трактовка, не мое частное мнение. Мы можем по этому поводу вспомнить старое, доброе, хотя и нуждающееся в обновлении, на мой взгляд, постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 октября 2006 года, номер 53. В октябре ему 10 лет исполнится, посвященное необоснованной налоговой выгоде. Где говорится о том, что ошибки, допущенные контрагентом, нарушения, допущенные контрагентом, сами по себе не являются основанием для признания налоговой выгоды необоснованной. Да, там дальше продолжается, что в тех случаях, если налогоплательщик действовал без должной осмотрительности, осторожности, и ему было известно или должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в этом случае налоговая выгода налогоплательщика может быть признана необоснованной. Но там все то, что я озвучил, идет после слова «если». А мы с вами говорим вот, извините уж за топорную фразу, о голом расхождении между декларацией плательщика и декларацией контрагента. Вот к этой ситуации больше как раз подходит та оценка, которая говорит, что само по себе нарушение контрагента не есть ваша необоснованная налоговая выгода. Да, конечно. Для вас это, как мы уже условились и выяснили, это сигнал. Для вас это вот очень такая серьезная подсветка. Для вас это причина для раздумий, повод поразмышлять, проанализировать эту сделку, обстоятельства ее заключения. И прийти к выводу, вы за этот вычет, образно говоря, готовы проливать кровь, биться за него или нет. Потому что если вы знаете, что сделка реальна, контрагент действительно был, документы, подтверждающие проявление осмотрительности и осторожности у вас есть, в правоспособности контрагента убедились, полномочия генерального директора проверили, ну все. Тогда, если он вдруг в какой-то момент решил стать нехорошим налогоплательщиком, вы за это отвечать не должны. И ни один налоговый орган у вас здесь этот вычет не отнимет. Другое дело, ну бывает иначе, чего там, даже не скажу греха таить, а чего отрицать очевидное. Когда мы знаем, что ну вот вроде как не очень хорошо я помню этого контрагента, а сказать по правде вообще не видел. А директор мне принес пакет документов и пряча глаза, отводя в сторону, сказал, давай тут оформим все по-быстренькому. И в таком случае я бы очень рекомендовал главному бухгалтеру составить беседу с руководителем и объяснить руководителю, не то что там к совести воззвать или еще что-то. Нет, воззвать скорее даже к здравому смыслу, объяснить, что уважаемый руководитель, я, конечно, как главбух вас защищать готова и вас лично интересы фирмы. Но вопрос в другом, что если вопрос перейдет вот в стадию, когда этот вычет нужно будет по-взрослому защищать перед налоговой инспекцией, вы здесь за моей главбуховской спиной не спрячетесь. То есть мы здесь с вами будем сидеть и отстреливаться из одного окопа. Потому как, если вы думаете, что вот тут все вопросы, пойдет в инспекцию, разрулит главный бухгалтер, нет, и не потому, что я этого не хочу, а потому, что налоговому органу этого недостаточно. И налоговый орган в ситуации, которая уже, не будем называть ее конфликтной, а когда ситуация станет принципиальной с обеих сторон, налоговый орган что сделает? Он пригласит директора, точнее сказать, вызовет его для допроса в качестве свидетеля. И задаст ему вопросы, как вы познакомились, как вы узнали об этом контрагенте, знакомы ли вы лично с генеральным директором, каким образом происходили согласования условий сделки, где вы встречались, каким образом оформлялась сделка, почему вы выбрали именно этого контрагента, чем вас привлекли его условия по сравнению с другими. И, кстати, какие еще предложения от каких других потенциальных контрагентов вы рассматривали, прежде чем обратиться к нему. Ну и много других вопросов, я уже не говорю о вопросах с откровенным подтекстом, типа, какого цвета был забор, мимо которого вы проезжали перед заключением договора. И когда директор озвучит из 10 вопросов, на 9 он ответит, не знаю, не помню, а на вопрос, как заключал договор, мне курьер привез или по электронной почте прислал, или я там потом обычной почтой обратно экземпляр отправил, но это, мягко говоря, будет выглядеть не очень убедительно. И определенные сложности в отстаивании этого налогового вычета, безусловно, возникнут, тем паче, если налоговый орган будет располагать информацию о том, что ваш контрагент обладает всем джентльменским набором помоечной фирмы. Понятно, что если мы встанем и поиграем на стороне налогового органа, мы здесь выявим массу проблем в доказывании этой позиции, в ее отстаивании. Тут шахматы еще те, как вы прекрасно понимаете. Но вы, я с чего начал, что вам и только вам оценить, просчитать вот эти последствия и дать свои предложения, либо мы этот вычет отстаиваем до последней капли крови, либо мы, пользуясь вот этим вот определенным, давайте прямо признаем, преимуществом ситуации, можем сейчас бескровно этот вычет убрать и не платить штрафы, и не претерпевать какие-то другие неудобства, потери нервов, времени и прочее, прочее. То есть я не могу вам сказать, и никто вам не может сказать, не видя конкретной ситуации, сказать, отстаивайте вычет или отказывайтесь от вычета. В любой ситуации вы взвешиваете свои шансы. Смотрите вот на то, что я вам сказал, и на многое то, что я вам не сказал, и на то, что вы сами прекрасно знаете и понимаете. Вот такие вот нюансы у нас связаны с камеральной налоговой проверкой, в рамках которой вы получаете требования с этим вот нехорошим кодом ошибки 0.1. Что касается кода ошибки 2, как я всегда говорю, код 1 это междекларационное расхождение, код 2 внутри декларационное расхождение или внутри налогоплательщицкое расхождение, а код 3 и код 4 можно вообще не вспоминать, но код 3, правда, посредникам, экспедиторам, застройщикам бывает нужен. А так, в общем, в основном код 1, код 2. И вот, ну я не буду говорить хитом сезона, но заметным явлением, заметным событием при камеральных налоговых проверках, проводившихся в 2016 году, стали письма требования из налоговых органов, предлагающие налогоплательщику пояснить, либо явиться с пояснениями. Вот по поводу такого факта. Вы заявили в составе налоговых вычетов так называемые налоговые вычеты по авансам, авансового НДС. При этом мы сопоставили это с суммами полученных авансов и соответствующими суммами налога на добавленную стоимость и увидели, что у вас предъявлено авансового НДСа больше, чем НДС с авансов у вас было получено. На мой взгляд, вот этот момент, это, по-моему, ноги растут от контрольных показателей, которые, в общем, хорошо и правильно разработала Федеральная налоговая служба контрольное соотношение к показателям налоговой декларации по НДС. Естественно, человеку в здравом уме и в твердой памяти понятно, что авансовый НДС в вычетах никак не может быть больше авансового НДС полученного. Но в то же время, я отдавая должное вот этой вот задумке тех, кто разрабатывал эти контрольные соотношения, я хочу отметить, что у нас некоторые налоговые органы здесь, ну, как бы сказать, помягче перестарались. Стали сравнивать, ну, вот у нас последняя камеральная проверка завершившаяся или почти завершившаяся, это камеральная проверка декларации за четвертый квартал пятнадцатого года с января по апрель шестнадцатого. И вот там я уже много-много-много таких случаев и видел, и еще больше слышал, когда НДС по авансам заявлены в декларацию за четвертый квартал пятнадцатого года, почему-то по неведомым для меня причинам сравнивают с полученными суммами НДС авансов в первом-третьем кварталах пятнадцатого года. Нет, я, конечно, понимаю, что программа охватывает электронные декларации, начиная с первого квартала пятнадцатого года. У нас пятнадцатого года запущено, это замечательное, абсолютно без иронии, действительно замечательный этот программный продукт. Но, уважаемые работники налоговых органов, а кто вам сказал, что это исключает получение авансов в 2014, да если угодно, в 2013 году, там есть работа с длительным производственным циклом. Вот, и почему вы берете только первый-третий квартал? Ну, я понимаю, программа так вам выдает, показывает, что вот расхождение тут есть. Ну, так возьмите декларацию, это за четырнадцатый год, посмотрите, надо за тринадцатый. И если вы увидите, что за все эти периоды действительно, когда вы еще досуммируете эти НДС авансов, и все равно превышение по налоговым вычетам, тогда, конечно, задавайте вопросы, только сдается мне, что таких налогоплательщиков у нас будут единицы, даже в масштабе России их будут единицы. А когда вот в массовом порядке рассылаются, я по Санкт-Петербургу сужу, там на каком семинаре не начнешь этот вопрос поднимать, там лес рук сразу, там десятками люди руки поднимают, что получали, да мы получали такие требования. А когда попытались в налоговую инспекцию по этому поводу, ну, люди-то бесконфликтные, позвонить, поговорить, человеческий контакт найти, объяснить, это, кстати, очень неплохо. А нам там говорили, ну, что вы, ну, так и напишите, что вам трудно, что ли? И вот, конечно, вот этот подход со стороны налоговых органов, ну, он мне не устраивает категорически. Значит, ну, напишите, что вам трудно, что ли? Друзья мои, ну, уважаемые коллеги, совершенно искренне уважаемые коллеги из налоговых органов, вы делаете очень большую важную работу, очень большой труд и большие серьезные обязанности. Но все-таки давайте мы будем помнить главное правило камеральной налоговой проверки, изложенное в пункте 7 статьи 88, о том, что в рамках камеральной налоговой проверки налоговый орган не вправе истребовать дополнительные документы и сведения, за исключением, я сейчас не буду эти исключения перечислять, не суть важно, важно понимание, что правило камеральной проверки, это недопустимость истребования документов и объяснений. А все случаи, когда документы и объяснения истребуются, это исключения. Поэтому, направляя налогоплательщику в рамках камеральной проверки какое-либо требование или сообщение с требованием о представлении и пояснении, прежде всего, хорошо подумайте головой, вот, а головы там есть, там реально хорошие головы, никто ж не спорит. Вот, но вы проанализируете ситуацию на предмет того, а действительно ли она подходит под одно из тех исключений, о которых речь идет в статье 88 Налогового кодекса Российской Федерации. И если вы увидите, что это не является ситуацией исключительной, ну, отстаньте вы от налогоплательщика, вам что, работы что ли мало? Я уж не говорю о совершенно вопиющих случаях, когда там истребуется пояснение по декларациям 12, 13, 1917 годов, но это вообще не дело. Вот, вот этот вот аспект хотелось бы осветить. Вот самые такие типичные на сегодняшний день моменты, связанные с внутридекларационными расхождениями, с междекларационными расхождениями. Дальше, в том же письме, уже заявленном ФНС от 6 ноября 2015 года, там, в общем, очень неплохо, логично и последовательно прописывается так называемая пошаговая инструкция действий налогоплательщика, что он должен сделать в такой ситуации. Вот, ну, основной шаг, скажем так, наиболее ожидаемый, наверное, шаг в налоговой инспекции от налогоплательщика, это то, что плательщик придет и представит налоговую декларацию с уменьшением суммы налогового вычета и доплатит сумму налога на добавленную стоимость. Ну, мы с вами так примерно на пальцах разобрали ситуацию, когда это действительно имеет смысл делать. И вот этот шаг, он, безусловно, корреспондирует вот с той частью 81 статьи налогового кодекса, которая говорит о представлении уточненной налоговой декларации как об обязанности налогоплательщика. Но, обратите, пожалуйста, внимание, когда мы с вами посмотрим в этом же письме от 6 ноября на следующий шаг, где говорится, если ошибки не выявлены, вернее, прошу прощения, выявлена ошибка, не приводящая к занижению суммы налога. В этом случае налогоплательщик подает пояснение, как, впрочем, и в той ситуации, когда ошибка не выявлена. Но при этом, если выявлена ошибка, не приводящая к занижению суммы налога, там такая фраза, также рекомендуется подать уточненную налоговую декларацию. Ну и здесь, конечно, вот можно только улыбнуться по этому поводу, потому что, ну, Федеральная налоговая служба ничего не нарушила этой фразой. То есть, абсолютно эта фраза не расходится с 81 статьей налогового кодекса, которая говорит о праве налогоплательщика подать уточненную декларацию, если выявлены ошибки, не занижающие сумму налога. Но как же вот в этом выражена вот суть подхода налоговых органов, ну вот буквально культ уточненной налоговой декларации, вот по любому поводу, вот малейшая зацепка, все, давайте подавайте уточненку. То я вам здесь, извините за такое тавтологичное построение фразы, рекомендую обратить внимание, что речь идет именно о рекомендации. То есть, там Федеральная налоговая служба подчеркивает, что речь идет о вашем праве представить уточненную налоговую декларацию. Другое дело, вы для себя ответьте сами себе на вопрос, нужно ли вам создавать условия для проведения новой камеральной налоговой проверки со всеми ее атрибутами, нередко с истребованием документов и бог с ним даже истребованием документов у вас. То есть, даже если вас не трогают, это не значит, что налоговый инспектор сидит и чай пьет. Он с вашей декларацией работает, он запросы на встрече может быть направляет. Так вот, право у него направлять не запросы, а правильнее сказать, поручения, статья 1.3.1 говорит именно о поручении об истребовании документов. Так вот, сдавая уточненную налоговую декларацию, вы ему создаете условия, при которых у него такие правомочия возникают. 27 пункт 57-го постановления Пленума высшего арбитражного суда говорит о том, что истребование документов как у самого налогоплательщика, так и у других лиц, тем самым прямой отсыл к 93-й и 1-й статье налогового кодекса, допускается в период проведения соответствующих мероприятий налогового контроля, в частности камеральной налоговой проверки. То есть вы даете налоговому органу возможность, в общем так, это работать по вам, так скажем. Ну и подумайте вообще, нужно ли вам это. На мой взгляд, вот если речь не идет о выявлении ошибок, занижающих сумму налога, когда представление уточненки ваша святая обязанность, то говорить о практическом смысле для самого налогоплательщика в представлении уточненной налоговой декларации мы можем только в одном случае. Если вы выявили налоговый резерв, сумму налога, которую заплатили излишне. И причем эта сумма излишне уплаченного налога настолько серьезна для вас, что имеет прямой смысл подать уточненную налоговую декларацию, осознавая последствия, что в виде последствий у налогового органа здесь будет право истребовать у вас пояснение. А почему вы сумму налога уменьшаете? А в некоторых случаях возникает право еще представить документы. Поэтому то, что применительно к камеральной проверке декларации по НДС говорит нам Федеральная налоговая служба, конечно, нужно понимать и соотносить с вашими интересами. И вот термин «рекомендуется» подать уточненную налоговую декларацию воспринимайте именно как рекомендацию. Что же писать в пояснениях? Там альтернатива представлению уточненной налоговой декларации – это пояснение. И здесь очень четко ФНС строго следует в рамках 3 пункта 88 статьи Налогового кодекса. Это пояснение, ну что за пояснение? Что за пояснение в зависимости от того, что за ошибка? Ну и, наверное, такой один из самых типичных примеров ошибки, не приводящей к занижению суммы налога в налоговой декларации по НДС – это когда не бьются номера счетов фактур. Вот у вас один номер счета фактуры, у вашего контрагента совершенно чудодейственным образом оказывается другой номер счета фактуры. Причем номера, когда начинаешь их стыковать, смотреть, они, в общем, они очень похожи. И если их стыкует человек, а не программа, то человек, ну, конечно же, воспримет, что, ну, все понятно, это один и тот же документ. Только здесь скобка поставлена вот так, а на этом экземпляре она поставлена вот так. Но это человек сообразит. Программа этого не видит, не понимает и воспринимает это как два разных номера, как номера разных двух документов. В результате его экземпляр счета фактуры и ваш экземпляр счета фактуры, они в глазах программы расходятся, как море корабли. И не стыкуются между собой. И выдается вот этот вот код ошибки 0.1. Еще раз говорю, ошибка в программно-техническом понимании этого термина. Что здесь нужно сделать? Ну, нужно, конечно же, написать налоговому органу соответствующее пояснение. Дальше. Каким образом пишется это пояснение? Возвращаясь к тому же самому письму Федеральной налоговой службы, мы видим, что ФНС, опять же, очень правильно действует. Очень правильно они пишут, что можно пояснение написать в произвольном виде на бумажном носителе, а можно в формализованном виде на электронном носителе и направить по телекоммуникационным каналам связи. Ну, тот, кто видел этот формализованный вид документа, точнее, пояснение, прошу прощения, тот понимает, что это вообще так, это не для слабонервных и для людей неограниченных, не стесненных временным ресурсом. Ну, кто, люди улыбаются, понимают, о чем речь идет, что там такая таблица неслабая, я даже сейчас навскидку не скажу, сколько там граф. Ну, по моим ощущениям, ну, может быть, 20. Ну, как-то вот так, порядок верный. Вот, и, конечно, вот ради того, чтобы пояснить, что здесь с номером вот такая и такая печаль вышла, и мне кажется, что вот эту таблицу заполнять необязательно. И, опять же, отдают должное ФНС, они еще когда эту таблицу рисовали, это апрель 15-го года, это год назад было. Они же в письме-то хорошо и корректно написали, что это рекомендуемая форма, которую плательщик использовал вправе. Другое дело, на местах пошли перегибы. Ну, в общем, это право налогоплательщика, и нормальный здравый налогоплательщик, он, конечно же, постарается просто в произвольном виде написать. Ну, и завершая основную часть, я просто вот примерно озвучу то, что вот я набросал, как можно, какое пояснение можно написать по ошибкам, не приводящим к занижению суммы налога. Будь там код 01, будь там расхождение в номерах, или будь то не заявленная контрагентом сумма. Ну, буквально вот несколько абзацев. Выглядит все примерно следующим образом. Не судите строго, мое творчество. Рассмотрев ваше требование, ООО такое-то сообщает следующее. Все налоговые вычеты, заявленные в налоговой декларации по НДС, сформированные обществом в полном соответствии с требованиями статей 171 и 172 Налогового кодекса, указанные налоговые вычеты, основанные на реальных и юридически действительных договорах, подтверждаются первичными учетными документами, счетами, фактурами, предъявленными обществу поставщиками товаров, исполнителями работ и услуг. Причины, по которым те или иные контрагенты общества не отразили или отразили не в полном объеме суммы, полученные от ООО, следует устанавливать в рамках мероприятия налогового контроля в отношении указанных контрагентов. Со своей стороны ООО подтверждает реальность соответствующих сделок, а также проявление необходимой осмотрительности и осторожности в выборе каждого контрагента. Это, в общем, вам определенная подсказка. То есть не просто взяли вот так красиво написали и отдали. То есть вам здесь подсказывается ход действий. Не забудьте, что сделка реальной должна быть, чтобы вы такое могли написать. Не забудьте, что у вас должен быть набор доказательств, подтверждающих проявление осмотрительности и осторожности. Я просто не вижу ничего другого, что еще здесь можно было бы предложить, потому что вопрос, почему контрагент не отразил, а вы отразили, то есть объясните за контрагента, это что-то сродни, Сеня объясни товарищу, почему Володька сбрил усы. И я перехожу к вашим вопросам из чата. Первый вопрос был у нас таким. Можно ли применять УПД со второго квартала, то есть уйти от счетов фактуры ТОРК-12? Можно. Ограничений по применению универсального передаточного документа нет. Это является правом налогоплательщика. И более того, налогоплательщик не обязан даже здесь интересоваться мнением своего контрагента. У многих контрагентов это вызывает такое неприятие. То есть я хочу иметь счет фактуру полноценную, мне какой-то УПД выдает. Ну, никуда не деться. Не стоит забывать здесь, что УПД на базе счета фактуры. То есть воспринимайте УПД как нормальный счет фактуру, ну, вот чуть-чуть, вот только вот имеющий какие-то отличия от традиционного счета фактуры. Контрагент банкрот. Можно ли принять НДС к вычету? Никаких препятствий, абсолютно. Ну, здесь еще надо понимать, там ведется банкротство, стадия не ведется и только подана, какая из процедур назначена судом. Но в любом случае банкротство не является препятствием для применения налогового вычета. И следующий вопрос. Выставили счет фактуру закрытому индивидуальному предпринимателю, в скобках нас не уведомили. Отражать ли в книге продаж данную операцию? Еще раз, кому выставили? Ну, индивидуальному предпринимателю, который, ну, ликвидировался, видимо, закрылся. Так, расстался со статусом индивидуального предпринимателя. Да, видимо, да, он не сам ликвидировался. От него исходил счет фактура? Нет, 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 мы выставили в его адрес. Ну и хорошо, ну выставили и выставили, ничего страшного. Даже если вы выставили физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, никакой проблемы. Это же для вас реализация. Этим счетом фактуры подтверждается сумма, которая у вас включается в налоговую базу, а не налоговую. Я даже не могу говорить о минимальных рисках, я вообще не вижу, какие тут претензии можно предъявить к налогоплательщику. И следующий вопрос. Нужно ли выставлять счета фактуры на проценты, полученные по неснижаемому остатку в банке? Насколько я помню, это у нас необлагаемая операция, поэтому счета фактуры здесь не требуются. Компания раздает покупателям рекламные листовки и каталоги. Можно ли принять к вычету входной НДС с их стоимостью? Речь идет именно о рекламных материалах, рекламными носителями являются листовки. В этом случае нет-нельзя. И здесь есть у нас согласованная позиция Минфина и в свое время согласованная и высшего арбитражного суда. В 2014 году сказал, что если реклама наносится на вещь, обладающая самостоятельно потребительскими качествами, как зажигалка, ручка, календарик, то здесь речь идет об облагаемой налогом на добавленную стоимость операции. А если же реклама наносится на носитель, носителем рекламы является то, что самостоятельно потребительскими свойствами не обладает, ну листочек, прочитал, выкинул, сдал макулатуру, то в этом случае объект налогообложения не возникает. Ну а дальше рассуждайте логически, как и порассуждал Минфин, что если не возникает объект налогообложения при передаче вот этих рекламных носителей, соответственно, и налог на добавленную стоимость, который относится к затратам, понесенным в связи с изготовлением этих рекламных носителей, приобретением этих листовок, то НДС не предъявляется, вычеты не включаются. Я с Минфином здесь согласен абсолютно. Из Межрегиональной налоговой инспекции пришло требование о предоставлении пояснения в рамках дистанционного мониторинга налоговых деклараций за 2015 год. Нужно ли на него отвечать? Ну, видимо, все-таки в рамках дистанционного мониторинга имеется в виду не мероприятие налогового контроля, на которое сослался налоговый орган, а вот механизм выявленных расхождений. Значит, основания для того, чтобы истребовать пояснения у налогоплательщика, в том числе по декларации по НДС в рамках камеральной налоговой проверки, они описаны в третьем пункте 88-й статьи налогового кодекса. Основания там, ну, если мы уберем то, что не касается налога на добавленную стоимость, или, по крайней мере, в этом контексте не касается, то это расхождение либо между декларацией контрагента, плательщикой декларации контрагента, либо между сведениями, которые указаны в декларации, и другими сведениями об этом налогоплательщике, который располагает налоговый орган. Если такие расхождения действительно выявлены, то налоговый орган вправе запросить пояснения, если они не выявлены, то запрашивать не вправе, и в любом случае, даже если у налогового органа такое право есть, оно реализуется строго в пределах трехмесячного срока камеральной налоговой проверки. К сожалению, тут в вопросе непонятно, в связи с чем было направлено, то есть не в рамках какой, никаким образом эта процедура проводилась, а что именно не понравилось налоговому органу. Чтобы ответить правильно или неправильно, запросил налоговый орган эти пояснения, нужно просто понимать, что именно не понравилось. Сотруднику выдан займ под проценты. Начислять ли НДС и оформлять ли счета факторы? Да нет, конечно, боже упаси. Не надо. Получили товар, НДС приняли к возмещению. Поставщик предоставил по условиям договора ретро-бонус. Оплата поставщику производится за минусом суммы ретро-бонуса. Что с НДС? Значит, один из самых любимых моих вопросов, который я аж называется вот на своей шкуре прочувствовал. Долго у нас была очень такая, я не скажу противоречивая практика. Это не были противоречия между арбитражными судами. Это было вот в каждом конкретном случае, трактовались по-разному условия договоров, что в общем является нормальным. У каждого договора свои условия. И вот, наконец, примерно год назад, поменьше немножко, Федеральная налоговая служба подвела все к единому знаменателю. На мой взгляд, очень исключительно удачно они это сделали, указав на следующее, что если сумма ретро-бонуса уменьшает по условиям договора цену, по которой реализуется товар, то в этом случае сумма ранее предъявленных налоговых вычетов, ранее сформированных налоговых вычетов корректируется. Если же по условиям договора ретро-бонус не уменьшает цену товара, то в этом случае, то есть цена сама по себе, ретро-бонус сам по себе, то в этом случае оснований для восстановления налоговых вычетов нет. Здесь очень интересно в вопросе сформулировано, там написано, что зачли сумму ретро-бонуса в счет цены реализации товара. Но понимаете, какая вещь? То, что зачли, это не означает, что условия договора предусматривают уменьшение цены на сумму ретро-бонуса. Все-таки одно дело, когда корректировка цены, вы это понимаете, другое дело, когда идет зачет встречных однородных требований. Это совсем, ну, немножко другое, немножко, но существенно другое. Поэтому я вот описал, как подходит к этому Федеральная налоговая служба. Позиция ФНС абсолютно согласуется с судебной практикой, и я ее считаю абсолютно правильной. Но чтобы вот абсолютно точно ответить на заданный вопрос, конечно, нужно видеть условия договора. Вы знаете, есть вопрос, который поддерживает уже просто большое количество в чате наших участников. Они все просят, чтобы вы ответили на этот вопрос. Каким должен быть полный пакет документов, который подтверждает добросовестность контрагента? Замечательный вопрос. Но, как принято говорить, не по зарплате. Нет, шутки шутками, вопрос действительно очень серьезный. Почти 10 лет назад у нас впервые на высочайшем уровне, на уровне, пускай не на нормы закона, но на уровне постановления пленума высшего арбитражного суда был сформулирован принцип осмотрительности и осторожности. И на налогоплательщиков была возложена такая обязанность. Оговариваю сразу. Я считаю, что это было сделано правильно. Налогоплательщик должен проявлять осмотрительность и осторожность в выборе контрагента. Это безусловно, это не подлежит обсуждению. В то же время, я точно так же искренне считаю, что государственные органы, налоговые органы, Минфин, арбитражные суды, возлагая на налогоплательщика, предъявляя к налогоплательщику совершенно справедливое требование проявления осмотрительности и осторожности, обязаны, ну не органы, скажем так, государство в лице своего какого-либо из этих органов, обязаны довести до налогоплательщика правила игры. Описать, что именно понимается под осмотрительностью и осторожностью. Как говорится, огласите весь список, пожалуйста, чтобы налогоплательщик понимал, чего от него хотят, что ему нужно сделать. Безусловно, мы понимаем и признаем как данность, что отношение между налогоплательщиком и государством – это вертикаль. Это административно-властное подчинение. Государство требует, налогоплательщик подчиняется. Но безусловным атрибутом административно-властных отношений является принцип правовой определенности. То есть право государства в лице уполномоченного органа чего-то требовать от налогоплательщика предполагает обязанность государства четко и однозначно формулировать свои требования. И на мой взгляд требование о проявлении осмотрительности и осторожности, которое справедливо предъявляется к налогоплательщику, не уравновешено столь же четким и однозначным описанием того, что государственные органы вкладывают в понятие осмотрительности и осторожности. Я в этом вижу очень большую проблему. По мне, так вот в законе пропишите эту осмотрительность и осторожность, законом ее возложите на налогоплательщика, но также в законе, либо хорошо на уровне подзаконного регулирования пропишите. Надо прописать 10 действий, пропишите 10. Надо прописать 20, 50, пропишите 20, 50. Ну, чтобы налогоплательщик понимал. У нас же на сегодняшний день, я не скрываю, я сейчас предъявляю претензии и к Минфину, и к Федеральной налоговой службе. Какое письмо, какой документ Минфина и ФНС мы не возьмем, мы его сделаем, посвященный осмотрительности и осторожности. Ну, прям забейте в контекстный поиск, осмотрительность и осторожность, принявшие органы Минфина и ФНС. Что мы там прочитаем? Во всех, без исключения этих письмах, будет написано, а вот это не является проявлением осмотрительности и осторожности. А вот этого недостаточно. Выписка из ЕГРУ? Нет, недостаточно. Там, запросы налогового органа по месту нахождения контрагента? Нет, недостаточно. Хорошо, я готов согласиться со всеми этими письмами, что по отдельности те действия, которых запрашивает налогоплательщик, достаточными не являются, являются необходимыми, наверное. Но вот, пожалуйста, дайте нам уже, плательщики просят, говорят, мы будем выполнять все, но вы нам скажите, что именно нужно, и мы будем делать. Потому что у меня было масса случаев практики, я вспоминаю один, когда, ну я не знаю, там вплоть до договора аренды лесной делянки, где вырубался лес, у даже не контрагента, а там какого-то там, я не знаю, с четвертого, с пятого звена налогоплательщик располагал. У него было все, там налогоплательщик на воду дул буквально, собрал огромнейший пакет документов, ему сказали, этого недостаточно для проявления осмотрительности и осторожности. При этом на встречный вопрос, а что тогда было бы достаточно, а это вы должны решать. То есть никогда внятного ответа на этот вопрос не давалось. Поэтому я могу только вот, ну не то чтобы понаить ее, но опираясь на судебную практику, сказать, что, ну, во-первых, прежде всего, сделка должна отвечать требованиям реальности. То есть товар должен быть реально поставлен, работа должна быть реально выполнена, услуги должны быть оказаны. То есть это является безусловным требованием и к расходам, и к налоговым вычетам. Что касается осмотрительности и осторожности, то есть мы как данность предполагаем, вот как безусловное требование реальной сделки, это, конечно, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. И вопреки позиции ФНС о том, что это только лишь данные о регистрации, там, во-первых, не только данные о регистрации, там данные о местонахождении, об органе управления, да даже данные о замене паспорта директором, это тоже юридически значимая информация. Кроме того, мы не забываем, что с 2016 года у налоговых органов появилось право, и одновременно это можно считать обязанностью, вносить в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о юридическом лице. Есть у вас информация о том, что там нехороший учредитель, нехороший директор? Так не держите эту информацию в себе, внесите ее в ЕГРЮЛ. И, следовательно, выписка из ЕГРЮЛ, датированная 2016 годом и не содержащая в себе записи о недостоверности, является, по моему, глубочайшему убеждению, по умолчанию подтверждением со стороны налогового органа достоверности тех сведений, которые в этой выписке есть. Далее, я не сторонник вот этого дублирования, давайте мы еще возьмем у него свидетельство о ГРН, свидетельство о постановке на учет, где вы видели организацию, зарегистрированную, но не поставленную на учет, или состоящую на учете, но не зарегистрированную. Нонсенс абсолютный, да? Есть выписка из ЕГРЮЛ, она заменяет собой и свидетельство о ГРН, и свидетельство о постановке на учет, но это очевидно совершенно. Ну и дальше уже работа с открытыми, общедоступными источниками информации, каковым, впрочем, и ЕГРЮЛ относятся, там же эта выписка получается очень хорошо, легко и просто. Опять же, спасибо ФНС, они замечательным образом позволяют это все находить. Дальше, не пренебрегаем теми базами, которые размещает на своем сайте Федеральная налоговая служба. Мне единственное, очень не нравится база адреса массовой регистрации, потому что возьмите бизнес-центр, 500 организаций, все реально находятся, но адрес, тем не менее, будет относиться к адресам массовой регистрации. И что в этом плохого? Все-таки нельзя так вот примитивно подходить к термину адрес массовой регистрации. Сведения о лицах, не представляющих отчетность, сведения о лицах, имеющих задолженность, сведения о лицах, отказавшихся от участия. Ну, вот это вот такие хорошие рабочие базы. Сайт Роспотребнадзора, реестр уведомлений о начале предпринимательской деятельности. Сайт службы судебных приставов, банк данных исполнительных производств, картотека арбитражных дел. Ну, в какой-то степени сайт Федеральной антимонопольной службы, реестр недобросовестных поставщиков, то просто там надо понимать, там недобросовестно несколько в ином контексте используется. Вот, то есть вот эта вот работа, я подчеркиваю, я сейчас говорю только о бесплатных информационных ресурсах, там, где безвозмездная информация может быть собрана. Не рекламируя никакие информационные ресурсы, которые на платной основе предоставляют подобную информацию, я все-таки хочу сказать, что среди них тоже есть достаточно интересные ресурсы, с которыми можно и нужно работать. Кроме того, в случае, когда, ну, действительно, серьезная сумма сделки, она значима для вас, там, весомые налоговые последствия, возможно, имеет смысл направить запрос в налоговый орган по месту нахождения контрагента на предмет, какие налоговые правонарушения были совершены. Не подтвердить, там, сдают, не сдают отчетность, не подтвердите нам достоверность отчетности, никто нам достоверность отчетности без проверки не подтвердит, а вот конкретизировать вопрос, поставить его строго в контексте 102-й статьи налогового кодекса о том, что сведения о налоговых правонарушениях не являются налоговой тайной, и которые в силу 149-го федерального закона об информации, информационных технологиях и защите информации налоговый орган обязан вам представить, он не имеет права вам отказать в представлении этих документов, этой информации, прошу прощения. Вот здесь да. Вот это было бы очень уместно. Представьте информацию о нарушениях, которые были совершены с указанием даты нарушения и его вида. Потом, конечно, опять же, отдавая должное 53-му постановлению Пленума Высшего арбитражного суда, на мой взгляд, я не случайно сказал, что оно нуждается уже в корректировке со стороны, в данном случае, уже Верховного суда. Потом, было известно о нарушениях, допущенных контрагент. Каких нарушениях? Давайте мы будем откритизировать. Речь идет о налоговых нарушениях или вообще о нарушениях каких бы то ни было. Давайте мы дифференцируем тяжесть нарушений, потому что если мы будем исходить из того, что с нарушителем нельзя вступать в хозяйственные отношения, мы очень быстро придем к тому, что с организацией, которая на один день просрочила сдачу налоговой декларации, мы не можем заключать сделку. Не можем же мы по такому пути идти, это неправильно будет. Все-таки одно дело организация вообще не отчитывается, нулевую отчетность сдает, другое дело они сдали на один день позже. И те, и другие допустили налоговое правонарушение. Что, с обоими нельзя иметь дело? Конечно, это в дифференциации требуется. Ну, это, конечно, уже, как я еще начал, не по зарплате вопрос, я только своими соображениями поделился. Так, навскидку. Да, но вот при этом наши зрители очень вам благодарны за ваше соображение и предлагают вас выдвинуть в министры. Спасибо большое. Я готов подумать. Но пока вы еще с нами, мы тогда послушаем ответ на следующий вопрос. Вопрос. Компания в 2015 году применяла общий режим. С 2016 года перешла на упрощенку. В 2016 году бухгалтер выявил неучтенную отгрузку товаров за 2015 год, по которой не начислил НДС. Как быть в этой ситуации? Вопрос интересный, но, на мой взгляд, несмотря на актуальный статус упрощенца, здесь должна быть подана уточненная налоговая декларация, потому что она представляется за тот налоговый период, в котором у организации был статус плательщика НДС. Она не очень стандартная, но я не могу предложить здесь иного, но я не могу же предложить эту отгрузку 2015 года обложить налогом, уплачиваемым в связи с применением упрощенной системы. Это было бы, согласитесь, совсем неправильно. И еще один вопрос такого плана. С января перешли на общую систему налогообложения, с упрощенки, видимо. За первый квартал у нас получается сумма налога к вычету. Можно ли нам сдавать нулевую декларацию? Не понял, это как нулевую, если есть сумма налога к вычету? А, не заявлять вычет, что ли? Ну, видимо, тут нет просто уточнения. А, я понял. Но если так, вообще не заявлять вычет или перенести вычет на более поздний срок, ну, можно, конечно, отказаться. Вычет он предоставляется на диспозитивной основе, то есть плательщик вправе не применять вычеты. Другое дело, что к нему не будет вопросов с точки зрения со стороны государственных органов, но могут быть вопросы со стороны учредителей, которые, в общем, фирму создавали для того, чтобы она прибыль приносила. Что касается переноса вычетов на более поздние налоговые периоды, да, это возможно, хотя там у Минфин излагал позицию о том, что он там некоторые оговорки видит, что не во всех случаях это можно. Но здесь, мне кажется, более простая ситуация, не та, о которой Минфин говорил. Но я не вижу ничего плохого в том, если будет сдана декларация по НДС к возмещению. Вот давайте будем исходить из того, что и налогоплательщикам, и налоговым органам нужно, ну, не то, чтобы менять свое отношение к декларации по НДС к возмещению, им нужно, ну, перестать относиться к этому, как к чему-то вообще нехорошему или постыдному, прекрасно понимая, какое огромное количество злоупотреблений у нас есть с возмещением налога на добавленную стоимость. Вот, но налогоплательщиков довели до того, что они просто элементарно боятся декларацию, потому что говорят, мы приходим и видим, там на нас смотрят, как на врагов народа, у вас декларация по НДС к возмещению. Ну, вы меня простите, давайте тогда мы не будем ничего строить, мы не будем строить здания, мы не будем строить новые производства, мы не будем строить мост через Керченский пролив, да, это же все возмещение НДС за собой влечет. Давайте мы ничего этого делать не будем, а будем помидорами торговать. Купили подешевле, продали подороже, и НДС у нас будет только к доплате, чуть-чуть. И все хорошие, все довольные. А вот об этом я готов тоже пару слов, если есть, у меня еще несколько минуток, да, я, честно говоря, хотел в основном выступление по этому поводу коснуться, но раз вот лыков строку, я чуть-чуть добавлю. По поводу документов, подтверждающих право налогоплательщика на возмещение налога на добавленную стоимость. Ну, часто мы предъявляем претензии к законодателям, я тут тоже вот немножко, так говорится, предъявил кое-что, но если мы говорим о ситуации, о том, как урегулирована в законодательстве ситуация, как должна проводиться камеральная проверка возмещенческой декларации по НДС, здесь к законодателю ни одного вопроса задано быть не может. Вот давайте вернемся к истокам, что у нас написано в налоговом кодексе, у нас там написано все хорошо, разумно и правильно. Пункт 8 статьи 88 говорит о том, что истребовать в рамках камеральной проверки возмещенческой декларации налоговый орган вправе что? Документы, подтверждающие обоснованность налоговых вычетов в соответствии со статьей 172 налогового кодекса. То есть мы применяем пункт 8 статьи 88 во взаимосвязи и совокупности с положениями 172 статьи налогового кодекса. Если мы вынесем за скобку экзотику, там специфичные налоговые вычеты по НДС, там ввоз товаров на таможенную территорию, там НДС по капитальному строительству, там еще что-то. Ну возьмем самые обычные налоговые вычеты. То какие документы подтверждают правомерность налоговых вычетов? Счета фактуры и первичные учетные документы. Все. Все. Никакие другие документы не рассматриваются пунктом 8 статьи 88 и 172 статьей налогового кодекса, как документы, подтверждающие правомерность вычетов. И соответственно они не подлежат истребованию в рамках камеральной налоговой проверки. Вот на протяжении последних нескольких месяцев, ну не на протяжении, уже можно сказать, эта история завершена, я провел такой небольшой эксперимент. Ко мне обратилась организация, у которой к возмещению было 20 тысяч рублей. 20 тысяч. Истребовали, ну не надо вам рассказывать сколько, истребовали, истребовали огромный объем документов. Мы обжаловали требования, то что налогоплательщик почти никогда не делает. Ну не принято у нас обжаловать требования о представлении документов. Откажут в возмещении, тогда подумаем, может пойдем обжалуем. Обжаловали требования о представлении документов. Управление по субъекту федерации отказало в удовлетворении жалобы. После чего идем в арбитражный суд. Дело выигрывается в двух инстанциях. Третьей инстанции не было и не будет, потому как дело рассматривалось по первой инстанции в порядке упрощенного производства. Для дел такой категории последняя инстанция это апелляция. Номер дела, если интересно, я могу даже сказать. А56-29-490-2015. А56-29-490-2015. Требования налогового органа были признаны недействительными в полном объеме. Ну потому что там в части первички счетов фактур было исполнено. Все остальное было обжаловано. Требования были удовлетворены. Мало того, с налогового органа еще и судебные расходы были взысканы. Так вот, после этого ко мне обратилась организация, у которой к возмещению было уже 10 миллионов. И налоговая инспекция отказала возмещение, когда решение вынесено. У них еще до решения дела не дошло. Но по содержанию акта, они в акте написали, указали на необоснованность возмещения. То есть это уже 99% вероятность того, что будет решение об отказе. И уже после того, когда это был написан, мы требования, а точнее требования, там было 6 требований на стадии камеральной проверки, которые были все исполнены налогоплательщикам, мы эти 6 требования обжаловали в управление. В то же самое субъекту федерации, которая отказывала в удовлетворении той жалобы. Ну и сослались на то, что вот смотрите, как смотрит суд на это. Вы тогда нам отказали? Вот суд решил так. У ФНС удовлетворило все 6 жалоб. То есть вопрос на данный, вот этот вопрос в данном субъекте федерации решен уже не только на уровне судебной практики, но и на уровне досудебного урегулирования. Вот такой подход. Поэтому, когда я сказал, что надо менять вообще отношение к возмещению налога на добавленную судебную, кто ворует, сажайте тех, кто ворует, только за будет общественность. Но тех, кто строит дороги, мосты, дома, кто вкладывается в новое производство, они не должны испытывать таких проблем. Не должны испытывать вот этого негатива и не должны представлять огромный объем никому не нужных документов. Вас что-то смущает? У вас есть право не ограничиваться камеральной налоговой проверкой? Пожалуйста, выходите на выездную. Какие вопросы? Но прекратите смотреть на людей, как на врагов народа. Люди уже зашуганы до того, что они эти вычеты часто теряют, откладывают, 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 откладывают. Да откладывались до того, что 3 года прошло. Все. И право на вычет потеряно. Все. По этому вопросу. Ну, у нас осталось еще 3 минутки, в которые мы можем, пожалуй, поотвечать еще на вопросы, которые у нас остались. В частности, в течение какого срока ФНС может запросить пояснение по декларации по НДС? И когда можно быть точно уверенным, что вопросов по декларации больше не возникнет? Если мы говорим о камеральной налоговой проверке, то исключительно в пределах трехмесячного срока. Срок является пресекательным. Это не выездная проверка, проведение которой может приостанавливаться. Это камеральная налоговая проверка. И на пресекательный характер у нас указал и Пленум Высшего арбитражного суда Российской Федерации, 57-е постановление 30 июля 2013 года. Но что здесь еще очень важно? Есть такой документ, старый-старый, почти 10-летней давности, но необычайно популярный в судебной практике. Это определение Конституционного суда Российской Федерации от 12 июля 2006 года, номер 267-о. 267-о от 12 июля 2006 года. Где содержится совершенно великолепное логическое умозаключение о том, что если налоговый орган видит в налоговой декларации какие-то ошибки, противоречия, расхождения, он своим правом распоряжается на истребование не по собственному усмотрению, он обязан истребовать у налогоплательщика пояснение, в каких-то случаях документы. То есть реализовать свое право, вытекающее из положения 88-й статьи налогового кодекса, налоговый орган обязан. И если в течение срока проведения камеральной налоговой проверки вот это правомочие налоговым органам реализовано не было, то есть налоговый орган промолчал, налогоплательщик вправе предполагать, что налоговый орган согласен с содержанием его налоговой декларации. Иное влекло бы, не дословно, но близко к тексту, нарушение принципа правовой определенности и вело бы к произволу налоговых органов. Вот так сказал Конституционный суд. На мой взгляд, абсолютно правильно. То есть есть у вас три месяца, есть у вас полномочия, пожалуйста, реализуйте эти полномочия в пределах отведенного срока. Нет, налогоплательщик должен выдохнуть и считать, что у него в декларации с точки зрения камеральной проверки все хорошо, что не отменяет безусловного права налогового органа посмотреть на ситуацию более глубоко в рамках выездной.